Что такое внешняя ссылка? Я хочу поделиться этим видео, которое я записал с Полом Андро Девера, который работает в компании, оценивающейся 54 миллиарда долларов. Он уже все 20 лет, только представьте эту цифру. Начинал с самого начала, к сожалению, Пол не говорит по-русски, и, соответственно, мы записали это видео на английском, но не беспокойся, мы его перевели и досконально рассказали, что такое внешняя ссылка и как их получать. Смотри это видео до конца, и ты будешь точно знать, как тебе необходимо получать внешние ссылки и что такое действительно качественный линкбилдинг. Что такое обратная ссылка? Как получить авторитетные обратные ссылки в 2021 году? Анатолий, расскажи, что такое обратная ссылка? О, обратная ссылка, ты видишь их каждый день. Когда вы открываете веб-сайт и прокручиваете контент и видите синие ссылки, вам нужно кликнуть по ним и открыть другие сайты с контентом. Веб-сайты используют эти функции с одной целью, потому что сложно создать много контента для одной страницы. Иногда он нам не нужен, и это сбивает с толку, если вы даете пояснение на этих страницах. Поэтому лучше перейти на другую страницу, которая предоставляет вам нужную информацию. У вас есть два типа ссылок, внутренние и внешние. Пол, расскажи о внутренних ссылках. Внутренние ссылки – это ссылки, по которым вы переходите на другие страницы своего сайта. Это способ снизить показатель отказов и фактически заставить людей оставаться на вашем сайте. Так сессия будет намного длиннее, что хорошо для SEO. И когда мы говорим об этих ссылках, то в большинстве случаев на сайтах они подчеркнуты и кликабельны. Вы можете перейти со страницы на страницу. Поэтому, если вы хотите, чтобы посетитель оставался на вашем сайте, создавайте множество внутренних ссылок на ваши страницы. Так что ты нам расскажешь о внешних обратных ссылках, Анатолий? Да, внешним ссылкам большинство вебмастеров уделяют очень много внимания. По этим ссылкам переходят на ваш сайт, и Google оценивает контент с учетом того, сколько ссылок ведет на вашей странице. У нас должно быть несколько типов внешних ссылок – нофолов, дофолов, некоторые другие и пользовательский контент. Но этих ссылок сайты не используют много. Эти ссылки рекомендуют ваш сайт. Сегодня сложно получить эти ссылки. Вам нужно создать такой контент, на который захотят ссылаться. Я часто вижу, когда вебмастера пытаются получить эти ссылки с помощью белых методов SEO для коммерческого контента. Но на сегодняшний день это очень сложно. Возможно, вам нужно иметь лучшие и уникальные продукты со скидками или что-то в этом роде, если вы хотите приобретать ссылки с помощью белых методов SEO. Но если мы говорим о построении ссылок, то, конечно, лучше получать ссылки до фолов с помощью белых методов SEO. Хотя сегодня и черные методы SEO тоже работают. Пол, расскажи мне о своем пути. Давай я объясню, почему получать обратные ссылки – это так важно. Получение обратных ссылок повышает рейтинг страницы в Google. Это реальный способ увеличения рейтинга вашего сайта при ранжировании. Но обратные ссылки с разных сайтов неравнозначно влияют на ранжирование. Потому как обратная ссылка сайта, который только что запущен, по рейтингу будет не такой же, как обратная ссылка, скажем, из Wall Street Journal. Это один из тех приемов, где обратная ссылка на ваш сайт будет некоторым способом повышать его рейтинг. Как ты сказал, Анатолий, нужно получать эти обратные ссылки. Для этого вам нужно создавать отличный контент, чтобы люди на него ссылались. Если у вас есть статья с исследованиями, которые вы самостоятельно провели, и они есть только на вашем сайте, это отличный способ получить обратную ссылку, чтобы ее ранжировать. Анатолий, тебе слово. Да, я часто объясняю своим клиентам, почему линкбилдинг играет огромную роль в SEO-продвижении. Потому что сегодня вы можете найти мнение о том, что линкбилдингом заниматься не стоит. Особенно специалисты из Google всегда подчеркивают эту мысль, а лучше создавать более качественный и ценный контент. Но я могу сказать, почему линкбилдинг – это важно. Например, перед созданием Google, Yahoo и AltaVista для ранжирования ресурсов использовали только контент. И уже Google, я имею в виду, что Сергей Брин и Ларри Пейдж создали этот алгоритм, который учитывает ссылки, и он работает до сих пор. Поэтому Google может обеспечить лучшие результаты поиска. И да, Google мог превзойти Yahoo во много раз благодаря обратным ссылкам. Не знаю, кто вообще использует Yahoo сейчас. Но сегодня обратные ссылки создавать сложнее. Я помню время, когда купил больше ссылок, чем все мои конкуренты и получил хороший рейтинг. Но сегодня это не работает, потому что Google анализирует все эти методы. И да, сейчас лучше создавать ссылки с помощью белого SEO. Почему в большинстве случаев это не работает для многих людей? Потому что они создают даже высококачественный контент, но не связывают его с ссылками. Пол, скажи, что означает связанный контент? Связанный контент – это то, что дает больше информативности. И не важно, авторитет вы или эксперт. Я имею в виду способы, которыми мог бы получить авторитетные обратные ссылки белыми методами. Это сделать что-то вроде цифровых пресс-релизов. Когда вы делаете пресс-релизы, люди будут их читать. А затем вы сможете включить туда обратные ссылки. Потом, когда кто-то будет писать о вашей компании, у них уже будет ссылка, чтобы вернуться на ваш сайт. Если вы писатель, автор или блогер, вы можете быть уверены, что у вас все получится. Вы можете легко получить обратные ссылки на страницу своего блога, потому что люди любят ссылаться на авторов. Как специалисты в своей области, вы можете заработать эти ссылки, просто имея собственный блог с авторами. Неважно, это ваш собственный сайт или страница с биографией на сайте вашей компании. Еще один способ, которым я мог бы получить обратные ссылки с помощью белого метода – это просто публиковать сообщения в социальных сетях и размещать ссылки в своих социальных профилях и сообществах, с которыми я взаимодействую. Это может быть любая платформа, где вы всегда можете найти профильные сообщества. Далее вы можете активно участвовать в этих форумах и написать «Эй, вы знаете, у меня есть статья на эту тему, вот ссылка». Это несколько возможных способов заработать обратные ссылки, просто разместить их в определенных местах. Анатолий, я слышал, что есть также черные методы получения ссылок. О каких черных методах идет речь? О, это способ покупать ссылки или использовать частные сети блогов. Это означает, что некоторые компании покупают просроченные домены. Но я думаю, что это все еще работает, если вы точно знаете, как его использовать. Это не мой путь. Я помню, как пытался найти хорошие домены для другой цели. Хотел найти сайт, который можно было бы разработать самостоятельно. Потому что, когда вы покупаете новый домен, вам нужно начинать с нуля. Но в большинстве случаев просроченные домены никуда не годятся. Вебмастера их пропускают и забывают о них. И да, линкбилдеры используют такие стратегии для своих сайтов. Ты знаешь, как только я решил проверить обратные ссылки через очрев, Семраж, МОЗ, то обнаружил, что большинство ссылок ведут на странице с исследованиями. Когда предоставляют новые исследования, те же Беклинка или Нил Паттель, они получают намного больше обратных ссылок, потому что как требуется значительное время, чтобы создать исследование. Это не похоже на написание новой статьи. Вам нужно провести исследование, чтобы найти и предоставить новые ценные идеи. И таким образом вы можете получить больше обратных ссылок, а не трафика. Самое интересное, что эти страницы не обеспечивают трафик, но помогают повысить авторитет. А использование перелинковки может увеличить количество других страниц на вашем веб-сайте. Пол, скажи, что ты думаешь об авторитете домена? Нам нужно учитывать этот параметр. Не обязательно. Я больше смотрю на авторитетность определенной страницы, потому что авторитет домена может быть таким, как и весь сайт. Но когда вы хотите получить ссылку на определенные страницы, вы должны знать авторитет и качество этой страницы, если вы действительно собираетесь ссылаться на нее. Я никогда не смотрю на авторитет домена и на такие параметры, как, например, метрики, которые там есть. Может быть, это полезно знать, когда вы покупаете домены, но не для построения ссылок. Это не то, что я действительно проверяю. Ладно, ребята, спасибо за просмотр этого видео. Комментарии оставляйте ниже. Подписывайтесь на наши каналы и увидимся в следующий раз.